Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Сми. И сегодня меня просили уже давно сделать опись платков, инвентаризацию. У меня вот есть замечательный такой блокнотик с велосипедом. И я уже давно, еще по весне, сделала инвентаризацию. То есть посчитала, чего у меня сколько, и записала опись платков. И хочу вас с этой описью ознакомить. Какая она на данный момент. Потому что были интересующиеся люди. Вот, я думаю, эта тема будет всем интересна. Итак, 148-е платки. Многоцветные. Шали. Миндаль, 10-я. Старая печать. Миндаль, 6-й. Цвет мой зеркальце, 15-й колорит. Майя, 20-й колорит. Воспоминания о лете, 19-й колорит. Времена года. Зима, 13-й колорит. Дальше идут уплотненные шали. 148 на 148 размер. Волшебный узор. Второй колорит. Таинственный вечер. 18-й колорит. Таинственный вечер. 4-й колорит. Богатая невеста. 6-й колорит. Женское счастье. 5-й колорит. День победы, 6-й колорит. Печатный пряник, 19-й колорит. Подкова, 5-й колорит. Медальоны, 4-й колорит. Караван, 5-й. Караван, 7-й. Волшебница, 6-я. Далее. Платки шерстяные. 146 размер. Свадебные ленты, 4-й колорит. Венский вальс, 16-й колорит. Цветет сирень, 7-й колорит. Казачка, 19-й колорит. Цветочная сказка, 14-й колорит. Рябина, 20-й колорит. Молитва, 20-й колорит. Платки, 135-й. Знойный ветер, 18-й колорит. Морская царевна, 12-й колорит. Платки, 110-й. Уральский сказ, 14-й колорит. Ночная сиренада, 1-я единичка. Рождественский пряник, 4-й колорит. Платки, 125-й. Ольга Лобзина, 2-й колорит. Тайна сердца, 17-й колорит. Волшебный танец, 14-й колорит. Золотой петушок, 53-й колорит. Садко, 57-й колорит. Лучезарный, 5-й колорит. Февраль, 7-й колорит. Классический, 4-й колорит. Летние сумерки, 17-й колорит. Багрянец осени, 5-й колорит. Морозка, 14-й колорит. Платки, 89-й. Это все шерстяные. Шафран, 13-й колорит. Созерцание, 7-й колорит. Огонек в ладонях, 5-й колорит. Русское золото, 7-й колорит. Сады Шираза, 7-й колорит. Сиреневый вечер, 17-й колорит. Пасхальный мотив, 5-й колорит. Восточная принцесса, 5-й колорит. Валентины. Импульс, 6-й колорит. Вальс Бастон, 18-й колорит. Царский, 53-й колорит. Обольщение, 55-й колорит. Вискоза, 135-й. Арагонский. Два арагонских. Один красный, другой. Вот такой вы видели на мне в предыдущих видео. В двух видео я на них снималась. Синий-серый такой, нежный. Не знаю, какие колориты, потому что этикетки сняты, и мы их носим. Мама носит красный, я ношу тот, который на видео. Шелковые платочки. Шелк Шаль, 130-я. Восточные сладости, 5-й колорит. Великолепный век, 18-й колорит. 89 на 89 шелковые платки. Лунный сад, планета цветов. Лунный сад, 14-й. Планета цветов, 18-й. Жостовский букет, двоечка. И дальше идут цифровые. 101-53, 5-й колорит. 101-96, 5-й колорит. 103-86, 10-й колорит. Солнечный город, 5-й колорит. Хохломские узоры, 3-й колорит. Новелла, 13-й колорит. 176, 6-й колорит. Маковое поле, 3-й колорит. 101-26, 6-й колорит. Цветы для любимой, 6-й колорит. Коралловый бриз, 4-й колорит. Муравушка, 7-й колорит. 65-й, на 65-й. Это у нас осенний мотив. Эвито, шарфики. Вот сейчас пошли шарфики. Эвито, волшебная аллея, 66-й колорит. Рассказ о странствиях, 56-й колорит. Шерстяной шарф Мидея, 5-й колорит. И два хлопковых платка. 115 на 115. Озеро Света, 2-й. Встреча, 5-й. И вот это, значит, я проводила инвентуризацию, даже немножко позже, вернее, в начале года. 29 января, вот у меня записано, 29 января 22-го года. У меня было 83 изделия Павлова-Пасадской мануфактуры. Некоторые из них я продала, в частности, шали. У меня ушло 4 шали. Но здесь у меня еще что-то ушло. Вот, поэтому я уже здесь не подсчитывала. Но вот на данный момент, и то, что я сейчас хочу продать, несколько платочков, вот на данный момент у меня порядка 79. Ну, вот где-то здесь не пересчитывала, ну, 79 изделий Павлова-Пасадской мануфактуры. Как вы считаете, это много или мало? Напишите, пожалуйста, свои данные, сколько у вас? И какие платочки у вас есть? Вы знаете, что я могу сказать? Мне пришла претензия со стороны постоянной подписчицы, с которой я считала, что у нас такие хорошие дружеские отношения, потому что она неоднократно обращалась ко мне за помощью, за поддержкой, за советом. И, ну, я ей как могла пыталась помочь, что в моих силах было. Это, например, когда была распродажа у нас «Знойный ветер». Я покупала, показывала, и после моего показа «Знойный ветер 18-й колорит» все раскупили. И женщине Татьяне, ее зовут Татьяна, уже она звалась Татьяна, она, значит, стала сожалеть о том, что вот ей не досталось. Но я сказала, если я увижу, я вам напишу. Если он будет появиться на сайте, я вам напишу. Я выполнила свои обещания. Когда появился «Знойный ветер», я увидела и написала Татьяне. Она была очень рада, поблагодарила меня, все хорошо. Ну, потом она тоже, у нее такие доброжелательные комментарии, она мне писала. Ну, где-то у нее, я так понимаю, было некое неудовлетворение, потому что она писала о том, что какие платки она не заказывает, это все, она не может угадать с цветом, с размером, что ей эти платки не подходят. Поэтому, я так понимаю, она смотрела на мои видео, наше видео, и пыталась, ну, как бы вот, так как она, я так понимаю, похожа по моему типажу, то есть она брала то, что я беру. То есть, ну, понимаете, друзья, типаж типажом, но есть какие-то индивидуальные особенности. Я могу сказать про себя, что мне платки идут по моему стилю, по моей, к моему лицу, к моей форме, к глазам. Тоже, опять же, не все идет, да, то есть здесь нужно выбирать предпочтения, цветовые предпочтения. Но в целом, да, есть предрасположенность, внешность, которой идет, павлово-пасадский платок, и внешность которой, ну, нужно быть очень осторожным. Поэтому не всем идут павлово-пасадские платки. Поэтому надо выбирать какие-то такие, знаете, нейтральные, возможно, краски, рисунки. Очень аккуратно и желательно при этом мерить. Но, к сожалению, не у всех есть возможность, поэтому в помощь нам примерки и девочки показывали. Но, вы знаете, я тоже могу сказать, что у меня тоже, как сказать, я сейчас смотрю на то, что я приобретаю, и мне не всегда это нравится. То есть вкусы, они меняются. То, что вам понравилось сейчас, через какое-то время вы можете, ну, пересмотреть свой гардероб. Опять же, шали. Почему вот я, например, все маленькие платочки я оставляю, потому что я по росту не очень высокая, и мне они хорошо. А вот с шалями, шали хорошо, потому что они теплые, да, их можно носить зимой, их сложить, затрапировать, замотаться, они хороши зимой. Но шали лучше, все-таки и более эффектно смотрятся на женщинах среднего и выше среднего роста. Тогда все гармонично. На высоких женщинах, или хотя бы если у вас там рост метр семьдесят, вот ближе к метру семьдесят, вам все будет хорошо. И, понимаете, слепо подражать, слепо копировать, ну, тоже нельзя. Понимаете, я, у меня, женщина пишет претензии, что вот вы рекламируете, а сейчас вот вы продаете. Так, друзья, у меня семьдесят девять платков. Семьдесят девять! Ну, пора бы уже остановиться, если учитывать, что я сейчас ничего не покупаю. Да, девочки мне пишут о том, что распродажа, что можно что-то приобрести, но я принципиально сейчас ничего не покупаю. Я даже не захожу на сайт платки.ру. Я зашла, посмотрела. Да, появились красивые коллекционные платки, иное, новиночки, но я не покупаю, потому что я понимаю, что мне достаточно того, что есть. Что я хотела, я приобрела. Сейчас меня пока, ну, вот, ничего не задевает. Да, может быть, эта ситуация изменится. Может быть, появится какой-то такой красивый платочек, на который я обращу внимание, который мне захочется купить. Ну, всякое в жизни бывает, понимаете. И, ну, вот, мне нравятся больше всего, конечно, шелковые платки. Вот шелковые платки у меня даже нет, так сказать, сомнений. Я их носила, ношу и буду носить. Шерстяные платки шали. Шали, понимаете, это как бы, это сложнее. Каждый день я, например, вот как я ношу. У меня есть вот в этом сезоне, который прошел, я носила много 125-х. И лучезарный я носила, и февраль я носила, и садко я носила, и волшебный танец я носила. 125-й без проблем. То есть любой берешь, там, под одежду что-то. И 146-х я носила молитву. Очень хорошо мне подошла, с удовольствием, и тепло, и хорошо. И из шали я носила богатую невесту. Ну, 6-й колорит. Потому что она была более-менее, вот она хорошо, понимаете. Мелкий рисунок, необязательный, в то же время яркий, освежает, хорошо. Понимаете, вот я с удовольствием носила. Остальные шали, ну, понимаете, есть такая способность немножко беречь, понимаете. Но жалко вот несколько шалей, вот. То есть их как-то надо чередовать. И вначале одну поносишь, другую поносишь. Поэтому я не знаю, какие у вас принципы ношения. Но я как-то вот стараюсь бережно относиться и не занашивать. То есть не занашивать. И в ходу у меня 125-й. И поэтому, вы знаете, как бы понять, понять, что вам подходит, ну, можно сразу же, понимаете. Но для этого не нужно накупать огромное количество платков, чтобы понять, что вам идёт, а что вам и не идёт. Потом эта же Татьяна ко мне обратилась. Я показываю, как я ношу. Она говорит о том, что нет, так носить нельзя. Меня запозорит. Помните видео, которое я записывала, по-моему, в мае месяце? И я там рассказываю, что вот подписчица ко мне обратилась. Как быть, что делать. Её осуждают её знакомые, друзья. Что её запозорят, если она будет так носить. Понимаете, вот это та же женщина, которая вот вначале она накупила платков, а сейчас она не знает, что с ними делать. И вот я выпустила вчера видео, и она мне там написала целый, так сказать, монолог свой с обвинениями в том, что вот вначале я накупила, а сейчас я типа их продаю. Шарик сдулся. Друзья, какой шарик, какой сдулся. У меня порядка 80 платков, которые я ношу каждый день. И ничего, кроме Павлово-Пасадских платков, я не приобретаю и ничего не ношу. Ребята, но я не виновата, что вам платки не идут. Я не виновата, что вы не знаете, как их носить. Я не виновата, что у вас окружение, которое вас запозорит. И вы боитесь носить, потому что на вас покажут пальцем. Это не моя проблема. Это ваша проблема. Достаточно купить один, два, три платка, чтобы понять, что идут вам или не идут. И вы пишете о том, что вам эти платки даром не нужны. Так если они вам даром не нужны, зачем вы их приобретали? И почему в этом кто-то виноват? Если они вам даром не нужны, так и не надо их приобретать. Покупайте то, что вам нужно. Одевайтесь, как у вас принято, как вы хотите, как вам нравится, чтобы на вас не показывали пальцы. Ну, друзья, понимаете, это как минимум странно. Вот, например, я тоже смотрю у многих блогеров. Да, смотрю, рассматриваю. Там я смотрю различные, допустим, обзоры, там сумки. Я смотрю, если меня что-то... Вот что меня интересует. Вот я, например, покупала сумки. И меня интересовали сумки. Я присматривалась, да, там показывали обзоры, смотрела девочек. Потом платки я покупала. То же самое присматриваюсь. Косметику. Я вначале все просмотрю, да, прочитаю отзывы, посмотрю одного, другого. Это не спонтанно, понимаете, получается покупка какая-то. Это вы вкладываете в это деньги. Вы тратите на это время, силы, энергии и денежные средства. Причем немаленькие. Поэтому вы должны к этому подготовиться. А вот эти импульсивные покупки, а затем истерики, да, которые вот вы пытаетесь вот в чем-то меня обвинить, да, что я вначале, вот, что я что-то продаю. Это мое личное дело, что я продаю. То, что я считаю нужным, то и продаю. Вас это не касается. Понимаете, вы тоже можете... Сейчас, пожалуйста, есть различные сайты. Если вам какой-то платок не нравится, пожалуйста, зарегистрируйте на сайтах. Зайдите на сайт, в группы. Они есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Павлово-Пасадские платки. И группа, официальная группа Павлово-Пасадские платки. Предложите свои платки, продайте свои платки. В чем проблема? Ну, понимаете, кто-то виноват. Вот это мне всегда... Не знаем... Накупаем платки, да, слизываем все. Ну, вот как... Ну, извините, это настолько примитивно, да, слизывать с человека, с другого, совершенно противоположным вам, который ведет... У которого другая внешность, у которого другой образ жизни. Понимаете, слепо копировать. Ну, это бездумно. Это ваша ошибка. Понимаете? Ну, хорошо, допустили ошибку, купили. Не знаете, как носить. Ну, все, остановитесь, друзья. Остановитесь, если вы не знаете, что с этими платками делать и как носить, и вам это не подходит, остановитесь. Вначале сделайте, может быть, какую-то пробную закупку. Если понравится, продолжите. Но тоже остановитесь. Вот я решила остановиться на 79 платках. Вот 79 мне достаточно. Я больше ничего не покупаю. Может быть, я сейчас делаю антирекламу Павлова-Пасадской мануфактуры. Ну, понимаете, каждый принимает решение свое. Кто-то покупает коллекционные, кто-то покупает с рук, кто-то покупает... Девочки из-за границы платят огромные деньги, чтобы приобрести эти платки. Выписывают за... И к ним они едут, и они хотят их носить. Понимаете? У каждого свое представление. Каждый сам принимает решение. Вы взрослый, совершеннолетний, дизеспособный человек. Понимаете? И поэтому мне странно слышать такие обвинения. И, честно говоря, у меня уже давно хотели какие-то все претензии со стороны этой дамы. Да? И все какие-то такие непонятные комментарии. И я уже давно подумывала, что надо заканчивать это общение. Вот сейчас я закончила общение. После этих всех претензий я этого человека заблокировала. Потому что, вы знаете, не делай добра, не получишь из зла. У людей короткая память. Они, понимаете, они забывают, что для них делают, да, что им предоставляют информацию, что им помогают в поиске. А потом, понимаете, ты же плохой, и ты же виноват. Понимаете? Это, наверное... Ну, я считаю, что это не нужно так делать. Поэтому, да, девочки, я продаю какие-то платки. В предыдущем видео я показывала. Если что-то вам понравилось, пожалуйста, обращайтесь. Я с удовольствием вам помогу. Потому что я считаю, что если я поняла, что вот у меня есть желание эти платки продать, для кого-то это будет радость, для кого-то это будет счастье. Кто-то и сэкономит деньги, и получит то, что давно хотел. А у меня это будет лежать и проставить. Пылится. У меня ничего не пылится, у меня все закрыто, но просто смысл какой. То есть я могу сказать то же самое. И для всех любителей с Павлово-Пасадских платков. Я вижу, что девочки продают платки. И это нормально. И мне сами девочки пишут о том, что происходит обмен. То есть купил, ну, как-то, может быть, не носишь, не нравится, не подходит. Ты его продаешь. Ну, что будет лежать? Лежать вещь. Кому-то она пригодится. Есть спрос, есть предложение. Нет спроса, нет предложения. Поэтому вот такие ситуации, девочки. Конечно, хочется иметь дело с адекватными, нормальными людьми, которые включают голову. любая покупка, любая трата денег, она, ну, необходимо думать. Необходимо думать, да, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. Не всегда, к сожалению, это получается. Я тоже иногда этим грешу, куплю, а потом не ношу и думают о том, как, в общем, пристроить ту или иную шаль. Ну, всегда есть желающие. Я очень этому рада. и спасибо девочкам, которые приобретают у меня эти шали. Мне очень приятно с вами общаться. Все умные, воспитанные, доброжелательные, надежные люди. Вот я, причем они проживают и в России, девочки, и самых разных возрастов. И мы прекрасно вместе сотрудничаем. И девочки живут и в Германии, и в Италии, и в Голландии, и в ЮАР, и в России, и все было хорошо, все нормально, все замечательно, отличное сотрудничество. Они довольны, и я довольна. Я рада, что я им помогла. И спасибо, что вы мне тоже помогли, что шаль не лежит, а носится красавицами по всему миру. Вот на этой оптимистичной ноте я хочу и закончить. А с вами была Анна Смит на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.